Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Разумеется, как и все смартфоны, данный смартфон пишет на себя же вход. То есть сейчас вы видите, как он может снимать на основную камеру 4К 30 фпс. И что я могу сходу сказать про этот девайс. Здесь у нас 90 герц. Раз. Два. Почти полмиллиона баллов в Antutu. 477 тысяч. Почти 9 часов по PC-марку. Это значит, что телефон однозначно у вас проживет день. Помимо этого, у него довольно интересный дизайн. Если кто знает, как и F3 стали выпускать в серебристом цвете, вот это примерно то же самое. Здесь оболочка. Ура! Сразу хлопаем, кто знает. Oxygen OS. Это не Call OS. Это продолжение кислородной темы. И этому я безумно рад. Помимо 90 герц и довольно неплохой яркости, безумно великолепная плавность. Но это благодаря оболочке. К сожалению, здесь Dimensity процессор. И я не люблю эти процессоры, с одной стороны. С другой стороны, это позволяет аппарату быть в средней ценовой категории. А это OnePlus. Они обычно, как вы знаете, очень дорогие. К слову, мой основной смартфон сейчас. Это OnePlus 10 Pro. Можете посмотреть обзор на него по ссылке в правом верхнем углу. Это просто бомба. Здесь к минусам сразу сходу, если вы не хотите смотреть по этой причине, ваше право. Максимум сейчас 4К 30 фпс съемка. 4К 60 фпс залочено. Возможно, когда вы уже будете смотреть обзор на этот аппарат, все будет разлочено. Но сейчас только так. Есть мини-джек для подключения проводных наушников, что очень удобно. Телефон нереально легкий. То есть он весит 175 граммов. Сейчас такого только Xiaomi могут предложить. Притом в довольно сомнительном аппарате. Он очень тонкий, очень удобный. OnePlus делала кое-что особенное. Хотя сходу бежать и покупать я бы его не стал. Посмотрите обзор и решайте. 21 числа будет сел. Как раз на днях успейте решить. Смотрим. Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, если вы смотрите обзор на данный аппарат, то, скорее всего, я уже делал на него стрим-прожарку. Что такое стрим-прожарка? Это когда я беру девайсы, при вас провожу все тесты. Плюс мы обсуждаем его плюсы-минусы, возможно, альтернативы и все остальное. Начало продаж уже прошло. Вчера, по-моему, уже начался продаваться этот телефон или позавчера. Nord 2 SE. Разумеется, мне прислал его производитель. Ничего не вскрыто. Партия не особая. То есть, не Note for Sale. 8 гигабайт оперативки, 128 внутри. Его основная особенность и так видно было в рекламе, что можно запихивать туда карточки на 1 терабайт памяти. И это круто. Упаковка мне нравится. Nord не экономит. К комплекту. Ну-ка, смотрим. Чехол. Цвет, блеск, красота. Не самый топовый из тех, что они запихивают свои девайсы. Допустим, в тот же OnePlus 10 Pro чехол был круче. Но это тоже неплохой. Это не за доллар чехол. Ключ для извлечения сим-карт и карт памяти. Разумеется, телефон. Телефон шик, блеск, красота. Выглядит, конечно, металл. А-ля Poco F3. Poco F3 все помним. И, как вы понимаете, BBK, это OnePlus, воюют с Xiaomi, как могут Poco это Xiaomi. Заляпывается моментально. Защитная пленка на борту. Не водопад-экран. Сразу вижу, что здесь есть мини-джек. Разумеется, Type-C. Нет инфракрасного порта. Все и так понятно. Следующее. Смотрим по комплекту. Защитная пленка довольно неплохой олеофобкой. Я бы даже сказал, хороший. Фирменный кабель, который я, к слову, убил за полгода. Но количество комментариев по поводу того, как я мог убить кабель за полгода от OnePlus, когда их кабеля живут в основном у людей по 3 года. Ну, не знаю. У меня так у одного смартфона было 7T Pro. У остальных, у 9 Pro, у OnePlus 9 Pro, 10 Pro. Этого не было. К слову, частично этот обзор снимается на OnePlus 10 Pro. Это спойлер. Блок зарядки огромный, но только на 65 Вт. То есть никаких 80 Вт, либо 120 Вт. У Xiaomi уже давно 120. Очень много моделей OnePlus 10 Pro, разумеется, на 80 Вт. Никаких там 100 Вт нет. Здесь у нас Dart Charge на 65 Вт, что тоже неплохо. Можно запихать две симки и здесь же карту памяти. Слот прорезинен. Вес у данного устройства бодрых 176 граммов. Точнее, не бодрых. Фактически, он вообще очень легкий. Высота устройства 160 миллиметров. То есть он довольно компактный. Ширина довольно приличная. 73 миллиметра. А вот толщина даже с блоком камер довольно экономная. 10,1 миллиметра. И это прям круть. Что я могу сразу сказать? Телефон мне нравится. Легкий. Простой. Насколько он хорош, увидим, потому что подозрительно легкий. Смотрим. И напоминаю, 5 Mi Band 6 серии разыгрываются ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Ежедневно на канале выходят ролики уже больше двух лет. Подписывайтесь с колоколом. А сегодня я расскажу вам о смартфоне OnePlus Nord SE 2. Полетели. Поставляется данный девайс в двух вариантах расцветки. Это зеркальный и голубой. Рамки пластиковые, с фронтальной части экрана закрыт. Корнин Gorilla Glass 5 версии. В руке без чехла держать удобно. Тыльная часть очень маркая, как и рамки. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0. Хотя во флагман и такой же пихают, но это все равно печально. Хотелось бы 3.0 или 3.1. Два микрофона, динамики основной разговорной. Звучание здесь моно, что большой фейл, потому что у всех я видел почему-то даже в рекламе, что есть стерео. Может быть конкретно в моем рендерном образце такая печаль, но еще раз повторяю, что есть, то есть, на стриме также тестировал. Далее слот на две сим-карты, карту памяти до 1 терабайта запихнуть можно, за что огромнейшее спасибо. Также на борту есть миниджек, но и капорта нет. Официальная защита от влаги нет, но салазки прорезинены. То же самое, кстати, с OnePlus 10 Pro. Они официально не заявили, что у нее защита от влаги у этого флагмана. Хотя у 9 Pro была. Кнопки с небольшим люфтом. Летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем на 6,43 дюйма, AMOLED с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская. Плотность пикселей 409 ppi, HDR10+, на борту. При ярком освещении яркости немного не хватает, но картинка четкая и насыщенная, и бликов не особо и много. Частота обновления экрана, как я уже говорил, 90 Гц, на выбор также есть 60 Гц. 10 димминга в наличии нет. И пока как его включать через ADB, допустим, как в 9 Pro было или нет. Но по шиму не все так печально. Шим на 100% яркости 10%, на минимальный 31 и на 0 и 13. Результаты, если честно, не удивили. Это ожидаемо, но хотя бы за 100% шим не переваливает, как у некоторых. Автояркость в моем случае почему-то работает некорректно. Очень долго подстраивается под освещение. Ну почему? Потому что прошивку еще не допилили. Я думаю, где-то через месяц после начала продаж она допилена будет по полной. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Датчик приближения не глючит, в отличие от некоторых сяомитов. Always on display в наличии, но не полноценный. Далее, Multitouch берет без проблем 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца, внедренного в экран. И находится он, как и у прошлой версии OnePlus, слишком низко. Притом в 10 Pro он на нормальной высоте от подбородка находится. Также есть распознавание лица. Сканер отпечатков пальцев работает нормально и с 10 раз в 2 раза промахивается. Распознавание лица срабатывает значительно лучше, чем сканер отпечатка пальца. Стабильно и быстро. Подбородок внизу экрана есть и скажу, что он прям заметен. Летим дальше. Процессор Mediatek Dimensity 900 с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами. Максимальная тактовая частота, которого 2,4 ГГц. Графический же процессор здесь Mali-G68. Интерфейс Oxygen OS версии 11.3 и Android 11 версии. Оперативная память здесь не последняя. LPDDR4X доступна на выбор 6,8 ГБ. Внутренняя память, скажем так, тоже не последняя. UFS 2.2 на выбор 128 ГБ. Но напоминаю, расширить память можно при помощи microSD-карты. И что удивительно, для UFS 2.2 здесь очень неплохие баллы в Antutu при проверке на скорость памяти. Но все дело в прошивке, как говорится. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, поддержка 5G-сетей, что вас пока не особо интересует, как и меня, я думаю. Для 4G Band 7 на борту 20-го нет. Тем не менее, связь ловит отлично. Звучание при звонках хорошее, запись разговора в стоке отсутствует. Опять же, потому что это глобальная версия. Vibro средний, ненастраиваемый. К сожалению, вдобавок еще и слабенькая. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается и Google Pay встает. Платить телефоном можно. Из навигации на борту GPS от GPS GLONASS GALILEO BAYDOU QZSS. GPS-тест на холодную показывает точность до метра, спасибо Dimensity, при условии, что рядом есть еще и высотки. Емкость аккумулятора 4500 мАч в PC-марке выдал средний результат 8 часов 43 минуты и осталось 20%. Разумеется, тест я проводил при 90 Гц на максимальной яркости. Заряжается у меня конкретно смартфон за 11 минут на 27%, за 29 на 77. И полный цикл зарядки с 0 до 100 от родного адаптера питания занял у меня 41 минуту. 30 минут World of Tanks в минимальной графике поедает около 10%, что довольно плохо. За час игры в Genshin Impact на максимальных настройках графики при 100% яркости улетает 42%. Яркость смарт не понижает визуально, во всяком случае, нагревается он до 52 градусов. Вспоминается сразу OnePlus 10 Pro. Играть в максимальных настройках графики не совсем комфортно, даже сказать некомфортно, так как появляются фризы. На средних играть уже комфортнее, но тоже не цвет, блеск, красота. Беспроводной зарядки, разумеется, нет, как и реверсивной зарядки. Троттлинг тест на холодную показал хорошую стабильность, 214 гипсов минимально, максимально 247, и в среднем 236 гипсов на 100 головках. Люди очень сильно на стриме радовались, что у него было понижение, но вы сами понимаете, что такое при 100 головках на 30 минутах понижение меньше, чем на 20%. Это очень хорошо, спойлер. В гигбенче пятом, в синглкоре 656, в мультикоре 2100. И синглкор прямо хочется по второму разу прогнать, потому что это прям очень странные цифры. Если проходить в производительном режиме, все цифры будут вот такие. 3DMark показал Wild Life 2031, Wild Life Extreme 593, Wild Life Extreme Stress Test 594, Wild Life Stress Test 2034. Слинкшот экстрим 3720, и слинкшот 4656. В антуту выдал 477 тысяч попугаев, и этот результат именно в антуту смарт показывал в производительном режиме. Без включения производительного режима у него был результат в 430 тысяч попугаев. Wild Life Stress Test 3DMark и в гигбенче я проходил без активации усиленного режима. Сторедж тест показал 44 тысячи, что очень даже неплохо, учитывая, что и фс 2.2, и оперативка здесь всего четвертой версии. 30-минутный тест прошел, он не идеально в антуту. Результаты теста искусственного интеллекта 470 тысяч баллов. Да, это не OnePlus 10 Pro с двумя миллионами или Realme GTR 2 с полутора миллионами. К слову, обзоры на них можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, но опять же это флагманы. Хотя GT2 не так и дорого стоит, и я думаю, что будет стоить дешевле. Основной блок камер с тыльной части состоит из трех модулей и одной лет вспышки. Основная здесь на 64 мегапикселя, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макро на 2 мегапикселя. Оптической стабилизации нет, что неудивительно, но есть цифровая, притом она пока не фонтан. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 фпс. Фронтальная камера IMX 471 от Sony на 16 мегапикселей, находится в левом верхнем углу экрана. Максимальное разрешение для съемки у фронталки 1080p 30 фпс. А вообще они не заморачиваются BBK по фронталкам совсем. Короткие примеры вы сейчас увидите. OnePlus Nord SE 2 или 2 SE, как вам будет угодно. Изменение освещенности, фронталка, ночь, мурино. Но не такая ночь, к слову, всего 12 часов нестандартненько. Подсвечивает меня, ввиду того, что кажется смартфону абсолютно правильно, что здесь мало света, снега становится меньше. Разумеется, автоматически с тем, что снега становится меньше, свет не отражается, света становится мало. Съемка ведется с одной руки. Если я встану и помогу OnePlus, морально и физически, примерно такое качество вы сможете увидеть. Насчет потребностей, я повторяю в тысячный раз. Кто бы что ни говорил, как бы мы не показывали вам на YouTube, как все это дело работает. Понятно, YouTube сжимает. Понятно, что помимо YouTube при рендеринге как это качество теряется. При любом раскладе что угодно хорошо ночью снимать не будет. Как киношники снимают ночью? При помощи освещения. Никто не берет камеру с стоимостью за 2 миллиона и такой, ну все, теперь в огне. Можно вот мрачной ночью с ужасным освещением снимать. Нет, мы ставим 5600 кельвинов, максимальное количество люминов. Кто-то там еще подкрашивается и т.д. и т.п. И все вот так и происходит. И днем тоже, не говоря уже о ночи. Так что то, что вы сейчас видите, ну по большому счету не радость. Почему? Потому что нет 4К 60 фпс, потому что нет вообще 4К. Потому что у основной камеры даже нет 4К 60 фпс, пока они залочены. Будут ли они разлочены, я не знаю и это не важно. Вот сейчас я снимаю с 2К, с двух рук и с фронталки, разумеется. Очень мне нравится, что фронтальная камера находится здесь слева наверху, а не по центру. А как все это снимается, я думаю, что вам в принципе для примера достаточно. Меня больше всего сейчас, если честно, беспокоит не фронталка с его 1080p, что стандартно для BBK. Плевать им на фронтальные камеры. Стоимость данного аппарата я пока ее не знаю. 4К 30 фпс, основная камера, съемка, дождь, мурино, ну и правда только 12 часов. Какого-то зайчика она поймала, может быть попала капля, но это не критично. Разумеется, как говорят, это ширик, ультраширик. Здесь искать и искать. Ну, по съемке с двух рук вы сейчас видите. Сейчас я переключусь на ширик, а потом я включу проверить автофокус. Ладно, можно еще, коли стоим, попытаться посмотреть, что с X10. Ну, вот так примерно оно будет снимать. Я вообще против иксов, не говоря уже о ночных иксах, но довольно плавно, зато переключает. Пауза есть, возможность сделать фото есть и возможность активировать вспышку, разумеется, как вы видите, тоже есть. Съемка на ультраширик. И да, как я и предполагал, дождь максимально быстро залил максимально камеры. Не критично, но вот так. С основной камерой, разумеется, на ультраширик не перейти в режиме реального времени. По поводу автофокуса, даже учитывая, что камера залита водой. Напоминаю, защита от влаги здесь не заявлена. И поэтому так не делайте, как я делаю в дождь, лучше не снимать, если вам аппарат дорог. Но, в целом, неплохо. Немного съемки ночной, но рядом с неудовыми вывесками. Почему? Потому что там дождь. Конечно, в дождь я пойду. И очередной раз буду подвергать опасности смартфон. Еще раз напоминаю, что понятно, что большинство из вас норм. Большинство из вас при съемке, конечно же, использовали смартфоны без влагозащиты в дождь. Но этого делать не стоит. Техника на это не рассчитана. Хотя какой-то запас прочности у всего есть. Разумеется, есть двухоконный режим трех разных видов. Это в стоке зашито в стоковой камере. Ничего скачивать для этого не нужно. В принципе, полезная штука. У многих есть. Работает, как вы видите сами. Во всяком случае, вы видите, как стабилизация работает у фронталки. Это мое лицо. И у основной камеры это то, что вы видите в кружочке. Но, как говорится, чтобы ощутить всю глубину глубины, понять, насколько хорош стаб у основной камеры, а насколько не великолепный стаб у фронталки, вот на данных прямоугольниках это видно более заметно. Разумеется, можно делать для основной камеры X2. Если остановиться, даже покажется, что эти пиксели не пиксели, но это пиксели. Непотребное видео. Более непотребное, чем обычное я встречаю в топовых смартах. Да и не во всех нетоповых. Допустим, у Xiaomi-то получше будет. И сразу двух зайцев убьем. Вот он, пешеходный переход. Удобно то, что вы видите, как может все это дело осваивать фронталка. И как все это дело осваивает основная камера. Если снимать с двух рук, то вот так. Освещение так себе. Норм. Тест ветреной радости. Я так и не понял, где здесь стерео, если честно. Как только вы найдете, то сообщите. Потому что в рекламе везде, и у американских, и у европейских блогеров есть. У меня на телефоне его нет. Вообще никак. Ужаснейший тест с сильным ветром. Как вода работает. Микрофон. Это ноги вода. Мне прям интересно, как шумодав сработает. Недобрый. И еще разок. Пример съемки 4К 30 фпс. Норд 2SE. День. Мурино. Не особо пасмурно, но пасмурно. Солнца нет, разумеется. Ветер порывистый, довольно сильный. И если со мной руки снимаем, у меня примерно такая картинка. Если со мной руки, стоя на месте, учитываю, что ветер. Картинка будет примерно такой. Икс, икс максимум на 4К 10. Ну икс, вы видите. Надо на статив вставить, чтобы было что-то более-менее потребное. Вполне возможно, я кстати микрофон сейчас рукой закрывал. Вот так все примерно будет работать. И разумеется, немного ультраширика. Сверх широкоугольного объектива, который все ругали в OnePlus 10 Pro, потому что там был даунгрейд, которым лично я практически никогда не пользуюсь. Потому что подобная съемка для меня актуальна только на какой-нибудь GoPro. Но есть те, наверное, кто пользуется этими камерами. Хорошо? Вот вам пример. Разумеется, на ультраширик есть возможность снимать только в 1080p на основную камеру. То есть я особо смысла в нем, соответственно, не вижу. Фронталка 1080p, 30 фпс, съемка в той же локации. Вот вы видите, Мурино. Вот насколько хорошо снимает телефон на 1080p и на, наверное, бренд WBK. Почему? Потому что разрешение маленькое. Хотя очень многие пишут, что, опять же, даже при таком разрешении на телевизорах до 55 дюймов все потребно. Я согласиться не могу с точки зрения, что я вижу разницу. Притом довольно серьезную, а при 40 дюймов плюс разница видна. Немного стаба и автофокуса для 4 по АК 30 фпс. Уже днем в той же локации, что и ночью. Так, ну, днем не хуже, чем ночью, но все равно он думает. То есть видно, что смарт не всегда реагирует моментально на изменения. Как многие пишут, зачем тебе автофокус? Ну, друзья, если такие вопросы у вас возникают, нам точно не по пути. Автофокус должен быть. Большинство им пользуется. 99% наверное. И, к слову, чтобы вы не думали, что я этот момент упустил, у меня к основной камере еще вопросы по стабилизатору есть. Я думаю, вы прекрасно в примерах это дело заметили. Я надеюсь, исправят, но не факт. Вообще, Dimensity. Dimensity OnePlus. Хотя, с другой стороны, почему у меня весь ролик, такое отношение к OnePlus странное? По той причине, что OnePlus ассоциируется для меня с флагманами, которые борются с другими флагманами. А средний ценовой сегмент у меня ассоциируется, наверное, больше с Realme и OnePlus не ассоциируется никак. Или Xiaomi. Примерно так. Хотя OnePlus, конечно, хочет. Самая, наверное, жирная по продажам тема – это средний ценовой сегмент. Вот они и пытаются. Минусы. Нет АК-порта, нет DC-димминга, неполноценный Always-On-Display, нет стерео, залочена съемка в 4K 60 фпс. Ну и, естественно, цена, потому что даже если брать сейловскую, она очень приличная. Цена по ссылке в описании к видео. Начнется распродажа 21-го числа. Посмотрим, по какому ценнику они будут продавать. Напоминаю, что те же Realme и Xiaomi в начале продаж на российском Алиэкспрессе, не на томоле, а вообще просто в Россию. После первых суток продаж добавили еще дополнительные промокоды. Поэтому смотрим в телеграм-канал скидок и решаем, купить ли вам в первый день, если вы решите этот девайс приобретать. Или подождать еще денек, и вполне возможно, вы купите девайс еще дешевле. Хотя не думаю, что они много скинут. Это же OnePlus. И резюмировать я хочу довольно странно. Сегодня и в принципе, если брать во внимание, что OnePlus станет продавать эти смартфоны, как средний ценовой сегмент в Европе, по 349 долларов, пусть сами их покупают. Если вы умудритесь его купить на Али за 299 долларов, то, наверное, это шик-блеск красота. Я допускаю, что то стерео, которое у меня в телефоне отсутствовало в моей конкретной модели, это, возможно, у меня, не знаю, первая партия, еще что-то подобное. NFC в принципе работает, камеры работают хорошо, но нет 4K 60 FPS, фронталка вы сами видели, 1080p, что-то космическое процессор не показывает, да, 477 тысяч баллов в Antutu, когда ты включаешь производительный режим, это хорошо. Но автономность здесь не суперкосмос, потому что под 9 часов PC-марки я видел много у каких аппаратов. 90 Гц круто, перекрывает все это дело то, что здесь, конечно, Oxygen, что здесь не CallOS, на которую нам нужно как-то переходить, и здесь то, ради чего мы и покупаем данные аппараты. Но опять же, упираясь в стоимость и в то, что может данный телефон, напоминаю, что сейчас съемка ведется, разумеется, на него в 4K 30 FPS в студии, ниже среднего, я назову это так, процессор, потому что я, в принципе, против этой Dimensity Dimensi. Если вы смотрите это, еще раз повторяю, во время сейла, 21-23 февраля, я бы сказал, да, как средний ценовой сегмент, если вы хотите купить OnePlus, но только за эти деньги. Если дороже трех сотен долларов, к сожалению, я его рекомендовать не могу. Вот такое что-то среднее. Прожарка на него была уже на канале для стримов в лайве по поводу моих мыслей. Вряд ли что-то поменялось и вряд ли что-то поменяется, телефон не для среднего ценового сегмента, он чуть-чуть все-таки ниже. Если они разлочат 4K 60 FPS, если у них появятся каким-то образом, я не знаю, каким, стерео, либо я его как-то не умудрился не найти. Те же зарядки на 65 Вт, в принципе, это стандарт. У Xiaomi есть уже по 120 Вт в том же ценовом сегменте. И если брать вместе с оболочкой, как железку, конкретно я выберу, конечно, этот смарт. Но обязательно за те же деньги, либо чуть-чуть дешевле, чем у Xiaomi, потому что проигрывают они во многом. В итоге, не забываем подписываться на канал с колоколом, пишите в комментариях, что еще купить для обзора на GT2 на канале для стримов. Я сделаю тоже прожарку, это китайская версия аппаратов. Realme тоже умудряются уже хейтить даже их флагманы. Мы помним, что ценник на них будет по-любому лояльный какой-то период времени, когда они выгрузят глобалку. Глобалки пока нет, так же, как GT2 Pro. Глобалку обещают в марте. По поводу ван классов, я сам хожу с ван класс 10 про, обзор на него тоже на канале. Я их фанат, поэтому то, что я говорю, что мне смарт понравился серединка наполовинку, вы должны понимать, что это все-таки от фаната, вы слышите. Я не могу быть, к сожалению, на 100% объективен. Но если у вас никогда не было Oxygen OS, если вы попали в сейл, и если у вас есть желание попользоваться телефоном, вот, минимально лагающим для андроида, девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья!